Константин к своим 50 годам редко жаловался на здоровье, но ковид не щадит никого. Председатель местного клуба УАЗ «Патриот» и благотворитель 25 дней провел в ковидном госпитале Центральной городской клинической больницы в палате под кислородом, лежа на животе и с 60% поражения легких. До этого житель Ульяновска 6 дней пытался вызвать врача на дом. Поводом стала высокая температура, а также отсутствие запаха и вкуса. Но терапевт так и не дошел. Мне становилось все хуже и хуже, становилось тяжело дышать. 25 числа понял, что все, уже край, финиш. Еще в голове какая-то надежда была отлежаться. Ну опять, буквально все хорошие друзья все начали наставить. Костя, вызывай скорую помощь. Сейчас, если не вызовешь, мы у тебя там под дверью в подъезде устроим пикет. Обошлось без пикетов. Скорую Костя вызвал. Приехали через 2 часа. Фельдшеры настояли на госпитализации. Тут же заявили, что не довезут до больницы. Состояние критическое. До госпиталя мужчину транспортировали в реанимобиле. По пути наш герой дважды терял сознание. Все очень плохо помню. Дышать очень тяжело было. Приехали в ЦГБ. Сразу дали мне там кислород. Уже в приемном покое. Пока оформляли. Оформили все. Меня опять интересный факт. Ну не знаю, это связано скорее с суеверием. Наверх поднимать в лифт. Предложили сесть вот в эту инвалидную коляску. У меня что-то в сознании, что если я сейчас в нее сяду, я уже из нее не встану. Все-таки дошел на ногах. До реанимации, к счастью, дело не дошло. Константин признался. Мысли во время пребывания в больнице были разными. Несколько раз прощался с жизнью. Но каким-то чудом всегда находились силы бороться с болезнью. Вот как он описывает время в палате номер 430 второго отделения. Это тяжело. Это тяжело, потому что кому-то больно. У кого-то гипоксия вызывает какие-то каллюцинации. Если здоровый нормальный человек зайдет в это отделение, посмотрит, скажет, здесь полотделения надо в дурку отправлять. Люди ведут себя часто неадекватно. Здоровые так не ведут себя. Ну и вот эта вся атмосфера, она, естественно, нагнетается, накаляется. Это тяжело. Самое сложное для Константина было лежать все время на животе. Это жизненно необходимо. В период пандемии. То, что наш герой жив, по его мнению, заслуга врачей. Константин помнит каждого по имени и желал бы увидеть докторов в лицо. В красной зоне он видел только и глаза через маску. Моим лечащим врачом был Казымов Харгаил Халилович. Второй врач была Кудряшова Ксения Викторовна. Люди, которые действительно посвятили какой-то отрезок этой жизни, в этой пандемии, служению этим больным. Это высокое слово «служение», побоюсь его сказать, действительно было так. Костя добавляет, путь из красной зоны к выздоровлению лежит только через беспрекословное исполнение всех указаний врачей. Если не слушать врачей, сначала реанимация, потом ногами вперед. По-другому нет. Это только так или иначе. Я вот точно скажу, я врагу не пожелаю переболеть ковидом. Я могу сказать, если вы заболели и попали в больницу, вот врач на этот момент становится вашим богом. Но вот чего понять не может и с чем желает бороться, так это с волной хейта против врачей и больниц. Особенно со стороны некоторых местных, так называемых себя блогерами лиц мужского пола. Я попросил сделать вот это интервью. Почему? Потому что, на мой взгляд, сейчас идет просто травля врачей. Я достаточно такой активный пользователь соцсетей, и я это вижу. И когда мне говорят соцсети о том, что вот ЦГБ – это фабрика смерти, это то заведение, в котором там какие-то кланы наживаются на деньгах, что там к людям подходят в первую ночь и говорят, хочешь лечиться – плати 15 тысяч. Ну, это начиная с того, что просто не по-мужски, и это мерзко и гнусно. Сейчас Константин продолжает восстанавливать здоровье. Болезнь, увы, не прошла бесследно. Из больницы наш герой вышел с сахарным диабетом, которого не было до. Да и дышит еще неполной грудью. Но в ближайшее время планирует вновь вернуться к благотворительным проектам. Я считаю, что, наверное, это то, что я живой, и все, и это плата за добро, наверное. Оно возвращается всегда. Люди, ну, свойственно, что ли, делают добро, наверное. Жизнь как сообщающие сосуды. А врачам – наше огромное человеческое спасибо от всех, кто вылечился.